синокавказская гипотеза должен о ней сказать уже видимо потому что скоро тут начнется древнекитайский со временем надеюсь кавказский тоже начну их правда надо хоть немножко поучить все таки я думаю на практике но это такая граничащая с фантастикой то есть непонятно на доказано или нет предложил ее старости но конечно серьезный исследователь языков это гипотетическая семья языков в которую включает значит старости баскский язык который обычно везде включают во все непонятное так называемые день и енисейские языки это один несколько языков сибири наиболее древних сибирских языков которые не тюркские не уральские вообще еще до тюрков и до уральцев были вы там такие немножко сохранились вот и включают в эту сина кавказскую потом языки надение некоторое количество языков северной америки индейских то есть языков которые вот структурно походят на енисейский поэтому их несли потом северо-кавказские языки северо-кавказские он относит абхазо-адыгский и нахсадагестанский на самом деле родство тоже их между собой дагестанских и адыгских языков тоже не совсем доказано хотя предполагают в адыгские языки он хатский тоже вносит я уже был тут клей по хатском языке о том что это тоже довольно гипотетично какие-то основания есть в виде отдельных слов на хатский язык плохо реконструированный полное родство не доказано его тоже с адыгскими языками потом он вносит туда язык бурушаски в пакистане затем хурито-уральские языки которые другими исследователями сближаются с дагестанскими языками но тоже не доказано окончательно именно родство хурито-уральских языков и нас к дагестанских и сино-тибетские языки то есть получается и китайский различные другие малоизвестные мало как бы мало разработанные мало установленные до языки и вообще всякие спорные изолят и тоже включаются именно это русский язык о котором как я уже тоже рассказывал там что-то типа 50 слов известно и берский язык о котором мало что известно шумерский язык который известен хорошо но ни на какие языки не походит и некоторые другие языки о которых как правило мало известно, либо они явно изоляты, то есть не походят ни на какие другие языки. Вот эта вся теория сенокавказских языков, все эти довольно разноречивые языки, разбросанные по всему миру, в том числе индейские языки, китайский язык, северокавказские, вот она все объединяет в одну большую семью. Ну вот, например, таблица соответствий. То есть должны таблицу соответствия же написать, чтобы была семья. Вот написали. Ну вот из этой таблицы видно, что сильно отличаются, допустим, по переходит в А, то есть совсем вот непохожее все становится. Восстанавливается большое количество согласных. Я слышал от лингвистов наших сообществ, что в некоторых там реконструкциях чуть ли не 100 согласных восстанавливается в этой динокавказской семье. Но все эти реконструкции, они разные, противоречивые и так далее. Это только одна из таблиц, то есть они еще, к тому же, последователи этой теории разные, рисуют таблицы соответствий. Что подрывает также вот их доверие к их концепциям. Вот классификация, которая предлагается. То есть различают западные языки сенокавказские, куда входит как раз вот северокавказский и баскский, срединные синотибетские, буршавские, восточные, то есть енисейский и язык надена. В общем-то тут скорее по расположению, хотя да, какая-то вот более тесная связь тут тоже иногда доказывается, что была прям группа языков енисейских и надены в одной группе, синотибетские и буршавские в одной группе, и северокавказские и баски еще в третьей группе. Вот как предлагают, как они распадались. То есть 12 тысяч лет назад был этот сино-кавказский, то есть единый язык, из которого подошли кавказские и китайские. Он распался, сначала на язык, от которого произошла группа надены и синотибетские, и на язык, от которого произошел северокавказские и енисейские. Вот потом они, значит, распадались. Очень гипотетическая тоже вот эта вот схемка. Также известные цивилизации Анатолия, о которых я тоже не раз говорил, которые предшествуют еще шумерским, еще раньше были, довольно высокоразвитые Анатолия. Это вот Родион, как раз в Турции. Там читал Хуюк и другие города древние обнаружены, которые предшествуют еще письменным цивилизациям. Вот с ними тоже часто сравнивают вот этот сино-кавказский язык, что вот возможно эти цивилизации как раз говорили на каком-то сино-кавказском, либо на каком-то из языков, которые распались. Как бы часть этой гипотезы, это гипотеза Дэна-Енисейская, а именно 38 языков индейцев на Дэны это Канада, и там довольно много этих языков. Вот они анализировались вместе, доказанных родствой этих языков на Дэны, и они сравнивались с енисейскими языками кодские и кецкие. Вот эти самые древнесибирские языки тоже, может быть, дойду. И показали, что у них, по крайней мере, грамматика сильно походит. Как я уже неоднократно тут в этих всех клипах говорил, сначала нужно доказать, что грамматика походит, потому что лексика может случайно совпадать, либо лексика может быть следствием заимствования. Поэтому вот показали, что грамматика походит, и потом начали доказывать еще кое-что о лексике. Вот эта теория о родстве языков на Дэны и Енисейской, Дэна-Енисейская гипотеза, она довольно популярна, и как раз в 2010-е новые всякие доказательства появляются. И она популярна в США, то есть ряд американских лингвистов так утверждают, и старостин тоже утверждает. Вот она сейчас продолжает развиваться, но, насколько я понимаю, все-таки еще однозначных доказательств нет даже этого. А сенокавказская теория, она включает Дэна-Енисейскую теорию как часть свою. Так, ну и помимо этого еще имеется множество всяческих гипотез феерических, которые я даже не разбираю, про всякие миграции из Тибета в Америку и все такое прочее, пожалуй, это я не буду. То есть помимо вот этой гипотезы, которую выдвигают ученые, есть еще много паранаучных гипотез, которые как-то вот к этому всему подшиваются, включают как часть в свои построения, уже явно такие фантастические. Это тоже сейчас распространено. Поэтому прежде всего при оценке нужно понимать, что сама по себе сенокавказская теория еще не обоснована до конца определенно. Также некоторые обряды, допустим, обряд воздушного погребения, утверждается, что они походят у кавказцев и у китайцев, и на этом основании тоже вот от каком-то древнем родстве говорят. Ну, то, что китайцы монголоиды, считается, что они там перемешались с монголоидами, и такими стали. То есть изначально они, значит, были кавказскими по этой теории, то есть белыми, переселились в Китай, и вот там они стали монголоидами. Ну, очень много критики этой гипотезы. В частности, утверждают, что вот эти всякие фонетические реконструкции, фонетические таблицы, они во многом натянуты. Нет никаких данных, которые подтверждают единство материальной культуры, допустим, у тюрков, у индоевропейцев. У нас хорошо известно, что есть некая единая материальная культура, единые религиозные представления, которые во всех этих культурах прослеживаются. Там хорошо доказано родство, что они действительно жили вместе, у них было похожее хозяйство, похожие взгляды на жизнь, у семитов тоже. А тут разбросано по всему миру. На самом деле народы совсем разные. Сравнивают какие-то слова и то, значит, с натяжками, то есть с переносом значения, подбирают какие-то похожие, как бы вот согласны, говорят, что они одна в другую переходили и так далее. То есть слишком много натяжек, чтобы утверждать что-то четкое. Но гипотеза красивая, о том, что вот северокавказские языки родственны баскскому, родственны китайскому и так далее. Гипотеза действительно обсуждается учеными, она не совсем фантастическая, но пока еще, к сожалению, не доказана. Субтитры создавал DimaTorzok